Есть кто-то снимает, кто-то что-то пишет. Как вот? Можно они чуть-чуть? Да, конечно. У меня на самом деле очень маленькая команда. Это не вопрос обстоятельств, это скорее принцип. Продюсером, руководителем всего является моя мама. Это первая. У меня один менеджер, концертный директор. А видео фактически, ну, допустим, до прошлого года я снимала сама. И на камеру, и монтировала. И по сей день я монтирую, даже делаю цветокоррекцию. Сейчас изучаю компьютерную графику. Я просто отношусь к творчеству не просто, как я делаю только музыку, или я здесь снимаю только видео. Я считаю, что это можно сегодня делать в комплексе. Получается такой многогранник, и ты можешь шире рассказать о том, что тебя волнует. Ну, время это требует. Это очень занимает много времени, сил. Я истощена. Да, я рада. Нет, ну, вам надо петь, а вам надо компьютерную графику делать. Нет, ну, почему? Мне не только нужно петь. Видите, я сегодня на форуме. Я упрощаю, да. Я просто считаю, что сегодня время личности, которые могут себя пробовать во всем. Потому что вообще это всегда было, но почему-то все равно все хотели все структурировать. Это тоже правильно. Но мой подход в том, что если ты чувствуешь, что ты сегодня хочешь, не знаю, снять видео, сними это. Если хочешь написать песню, напиши песню. Если ты хочешь просто помолчать, просто помолчи. О концертном менеджере, о концертах вообще вот вне... Они уже вне сети. Можно я так сформулирую вопрос? Вот как вы себя чувствуете, что вам нравится, что вам интересно? Где выступать, где неинтересно выступать, или везде, как вы? Я мечтаю, что у меня будет всегда возможно делать концерты в необычных пространствах. Мы делали в Москве два концерта в колонном зале Дома Союзов. В Санкт-Петербурге мы делали концерт в Оранжерее Таблическом. И я могу сказать, что концерт становится абсолютно другим, нежели если ты это делаешь просто в клубе или на концертной площадке. Потому что ты для зрителя даешь новый опыт. Он приходит, вот, например, представьте, если бы сегодня был бы здесь у меня концерт. Какой был бы тут свет, как бы тут было все красиво. Мне кажется, что люди бы получили бы двойное впечатление. И я сама этого хочу. Я сама хожу на концерты и ищу двойное впечатление. Но я знаю, как это сложно финансово. Как сложно найти команду, с которой это возможно. И как сложно найти зрителей, которые в это по-настоящему верят. То есть, скажите, пожалуйста, когда был концерт в Таблическом? В Таблическом 2016. Два года. Пожалуйста, можно мы один вопрос зададим на камеру? Хорошо, давайте, потому что я еще не закончу. Сегодня на культурном форуме ты выступаешь на довольно официозное событие, мероприятие, где приезжает очень много людей в костюмах, с портфелями. Я тоже в костюме. Ты представитель нового диджитал-поколения, которое добивается в сети, и которым интернет раскрывает двери для самореализации. С какими ты сегодня выступаешь здесь, кого ты представляешь? Что ты хочешь донести? Сегодня я хочу рассказать свою историю. Я хочу просто на своем примере показать, как можно, имея стремление к свободе, разбитый айфон, швабру, бумажный скотч и 100 песен, начать свой путь и быть сегодня здесь, и иметь то, что ты имеешь. Тебе, с одной стороны, не кажется, что вот такая доступность интернета и то, что каждый может как-то себя в нем проявить, немножко разбавляет градус? То есть очень много людей? Нет, я верю в человека. И я знаю, что человек может заразить эмоции другого человека, если он честен. И неважно, какая это платформа, телевидение, интернет, здесь, сейчас, как угодно. Я просто верю в человека. Спасибо большое. Вы сказали, колонный зал – необычное место, но колонный зал – это место, где всегда пить. Не всегда. Ну, давно. Во-первых, классические концерты там были в основном. Ну, Шульженко там пел. У меня музыка совершенно другая. У меня все какого культуры. Это массовый продукт. И массовый продукт никогда там не звучал. Они не звучали в закрытых мероприятиях, не в массовых мероприятиях. И мы были одни из первых, но делали там концерты. Так же, как и в Таврическом саду никто не делал. Ну, зависит у меня. Ваш, да, еще вопрос, раз вы затронули. Вот ваша, как вы свою аудиторию представляете? Невероятная. Не в сети опять. Я их вижу на концертах. Вот кто это? Он по вашему учению. Нас уже пытаются тут выжить. Я, честно говоря, скажу, что я вижу их на своих концертах, и они у меня очень красивые. Я не говорю про внешние, вот эти все. Я понимаю, да. Я просто вижу, как они слушают. Я говорю про не вне сети. Вы предпочли бы стадион на 80 тысяч, но лужники. Вы в Москве живете? Лужники, значит, вам понятно. Либо вот, ну, где 100 человек, но вот с теми самыми глазами. Лужники. Почему? Вы там не видите, вы не выйдете софим. Потому что сделать концерт на 100 человек можно всегда, а собрать 80 тысяч – это целая жизнь. А я максималист. Я все-таки хочу расти. И не то, чтобы хочу, я уже расту. И я верю в то, что, возможно, это когда-нибудь получится. А какой самый большой был у вас? 5000 человек. Это где? В ледовом дворце Санкт-Петербурга. Вот здесь? Да. А это когда было? 2017. Это был мой первый концерт в Санкт-Петербурге. Я желаю вам не то, что Лужников, а ОН, блин, и так, и так далее. Спасибо. Спасибо. Можно пожать вам могу? Ваше мнение о социальных сетях, как успешно решать? Я сейчас расскажу целую речь об этом, но кратик расскажу, что это лишь один из инструментов, который можно и нужно использовать, и не бояться. А когда у вас появился талант именно к видео такому? С детства или кем? Я не могу назвать это талантом. Это просто один из языков, на котором я научилась говорить. Я просто так вижу музыку. Ну, в целом, социальные сети это огромный плюс, да? Это огромный плюс. Спасибо. Спасибо вам.